Конфискация имущества грозит теперь тем, кто распространяет фейки о российской армии и призывает к действиям против безопасности государства. Совет Федерации единогласно одобрил сегодня поправки в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Как подчеркнул глава Комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишес, изъятию подлежит только та собственность, которая была получена в результате преступной деятельности, либо та, которая служила орудием совершения преступления. О важности принятия этого документа сегодня коллегам говорил и сенатор Владимир Политаев. Сейчас Владимир Владимирович в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. В чем все-таки суть этого закона и какие цели преследовали законодатель, когда его разрабатывали? Потому что очень много разговоров в СМИ по этому поводу. Обсуждения в СМИ действительно были большие. Хочу отметить, что инициатором закона выступили депутаты Государственной Думы. И в ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении нами, сенаторами, к личностям Андрея Александровича, именой были несены поправки, которые приняты были Государственной Думой. Цель этого закона – предотвратить преступления против безопасности Российской Федерации. То есть предотвратить и профилактику преступлений. Мы не вводим новый вид наказания. Я хочу подчеркнуть, что конфискация – это не наказание, это мир уголовно-правовой характера для того, чтобы предотвратить и профилактировать преступления данной направленности. Ну вот в закон вводится понятие конфискации имущества. Является ли это вообще нововведение в российском правовом поле? И называют ли так, и наказывают ли так за другие преступления? Потому что, по-моему, за последние 20 лет мы очень редко слышим именно этот вид наказания. Хочу подчеркнуть, что это не нововведение. В Уголовном кодексе Российской Федерации с 2006 года есть конфискация. Поэтому права и природа конфискации не меняются. Еще раз повторюсь, это не наказание, это не новелла, это мера уголовно-правового характера. И она применялась. Она применялась в конфискации о роде преступлений, допустим, при брекангерстве, при других составах преступлений. Эта норма применялась. Давайте тогда детально. Как и какие преступления будет грозить вот именно эта мера пресечения, именно эта конфискация? Что нужно сделать для того, чтобы конфисковали имущество? Ну, лучше ничего не делать. Да, это понятно. Самое главное, хочу отметить, что конфискация возможна только после внесения обвинительного приговора судом. Конфискация возможна только судом. Преступления, они все перечислены в Уголовном кодексе Российской Федерации. Мы только добавили к некоторым составам новые преступления, которые появились. Например, диверсия. Также сейчас ввели преступления против безопасности Российской Федерации. Их порядка 36 статей, поэтому ничего нового мы не добавляем. Мы просто в ряд преступлений добавили еще меру уголовно-правового характера. Это конфискация. Что именно подлежит конфискации за вот те преступления, о которых вы сейчас сказали? Перечень абсолютно прежний. Он открытый. Нет никакого перечня конфискатов. Это могут быть деньги, предметы, орудия, которые непосредственно участвуют в совершении преступления. Либо предназначены для обогащения. Ну вот вы уже сказали, что в данном законе говорится о фактически двух различных преступлениях. Это распространение ложной информации российской армии и призывы к деятельности против безопасности государства против России. Вот могли бы вы нам уточнить разницу наказания? И как в данном случае действует сама система конфискации? То есть вы сказали, что суд, да, если примет решение, конфискация будет. Только на основании приговора. Но сама процедура, как дойти до этого решения, могли бы вы нам рассказать? Следователь при возбуждении уголовного дела определяет перечень предметов, которые подлежат конфискации. Данное постановление направляется в суд. И в суд уже непосредственно принимает решение о конфискации. Если состоится обвинительный приговор, суд определяет, что те предметы, которые являются орудием либо предметами совершения преступления, определяет их в составе приговора суда. Далее это передается судебным приставам, которые реализуют это имущество. Что касается преступлений против фейков, против вооруженных сил Российской Федерации. Здесь законодатель добавил такую вещь, как корысть. Преступление это обязательно... То есть получение денег прежде всего, да? Получение денег, да. Это факультативный признак субъективной стороны преступления. То есть целью является у нас обогащение, мотив корысти. То есть будут изматься деньги тогда, которые получил человек, который это преступление? Получил денежные средства, да. Если человек без корысти, без получения денежных средств, по незнанию, либо недопониманию, что-то перепустил, сделал, то он не подлежит данной ответственности. Это очень трудно доказать будет, мне кажется, по крайней мере, в суде. Мы будем следить обязательно за правоприменительной практикой, поэтому будем смотреть. Хочу отметить, что мы внимательно рассмотрели на заседании нашего комитета данный закон на Совете Федерации. Хочу подчеркнуть о том, что закон в полной мере соответствует Конституции Российской Федерации. У нас здесь принцип невиновности, у нас теперь есть принцип состязательности процесса, поэтому время доказывания будет на следствие, все остальное принимается только на основании обвинительного приговора суда, который также может быть обжалован, если уже обвиняемый, подсудимый будет с ним не согласен. Да, правоприменительная практика сейчас будет очень интересна. Мы за этим будем очень внимательно следить. Спасибо, Владимир Владимирович. Закон о конфискации имущества за недостоверную информацию о вооруженных силах и призывы к осуществлению экстремистской деятельности мы обсудили с сенатором Владимиром Политаевым.